Ну, полторы тысячи лет назад, и как получилось то, что тогда возможности были гораздо больше, чем сейчас. Ну, возможности тогда уже не были выше, чем сейчас. Потому что, как вы понимаете, исходя из того же самого текста сказа, не наши предки летали уже на другие планеты, а к ним прилетали торговцы из других планет. То есть в сказе не указано ни одного момента, что сами жители Земли улетали на своих кораблях. Значит, уже на момент написания сказа, полторы тысячи лет назад, уже факта того, что мы сами летали куда-то, уже не было. Значит, технология была, естественно, 13 тысячи лет назад, гастрог была такая, что технология создания своих собственных кораблей была уничтожена. И новая технология еще не была наработана. Поэтому в то время не было более высокого уровня развития цивилизации, а было более высокого уровня развития понимания, мировоззрения и так далее. Потому что, как вы следуете сказать, я расписал там более подробно, люди того времени, даже самой глухоманией, прекрасно понимали, что существуют другие планеты, на которые летали. И факт, что можно полететь на другую планету, и что можно купить какого-то товара, которые привезли, черти знает откуда, за 3-9 земель, было совершенно нормальным для наших предков еще полторы тысячи лет назад. А сейчас для нас 3-9 земель – это соседнее государство. Вот, так что здесь комплекс, просто уже у наших предков полторы тысячи лет назад еще были те знания, те понимания, которые после наступления ночи Сварова, когда началось насильственное крещение Руси, уже, в принципе, было выбито вплоть до практически нулевого момента.